Это покосившееся здание на улице Новый дом Мещанки Марии Васильевой. Творение рук знаменитого нижегородского архитектора Пахомова середины 19 века. Совсем скоро памятник деревянного зодчества преобразится. Это одно из трех зданий, которые планируется отреставрировать в рамках Томсойерфеста. Будет покрашен фасад, приведена в порядок резьба, то есть это наличники резные, которые есть на главном фасаде дома. И вместе с владельцами обновим кровельное покрытие. Реставрационные работы на улице Новой 22 начнутся в субботу в полдень после открытия фестиваля. Один из резных наличников отсюда даже отправится на Петербургский международный экономический форум. Его представят гостям на стенде региона, посвященном нижегородскому наследию. Дом вдовы титулярного советика Скворцовой на улице Короленко сейчас словно парит в воздухе, но еще в прошлом сентябре здание едва ли не лежало в руинах. Чтобы подарить дому вторую жизнь, более 200 участников Томсуэрфеста работали два месяца, рассказывает волонтер Мариана Любимова. Здесь людей много ходят, обращают внимание. У них теплее просто на сердце от того, что кому-то не все равно, значит и нам может быть не все равно. Канализация в доме появилась, он обживается. Там выставка вот у нас будет, фото-выставка, экскурсоводы сюда водят, рассказывают. Во время реставрации здесь были найдены эти уникальные снимки, знаковые виды города Горького. Получился настоящий интригующий детектив. Кто автор таинственных кадров? Волонтеры Томсуэрфеста провели собственное расследование и выяснили таинственный фотограф, внештатный корреспондент журнала «Архитектура СССР» Ирнест Крутков. Эти кадры он снимал к 750-летию города. Удалось найти и дневники фронтовика заслуженного работника культуры, заместителя главного редактора газеты «Горьковская правда» Леонида Елистратова. И, конечно, облагородить внешний вид памятника деревянного зодчества. Отличный, потому что, соответственно, здание уже новый облик вообще просто приняло. И раскрас, и цвет, и все. То есть, в соответствии с тем, как раньше оно, наверное, было. Побывать в доме Скворцова и познакомиться с его историей все желающие смогут 1 июня в 16 часов по адресу Короленко, 18. А через час смогут пройти с обзорной экскурсией по кварталу церкви «Трех святителей». Какие еще сюрпризы готовит Томсуэрфест, станет известно совсем скоро. Принять участие в реставрации домов приглашаем всех нижегородцев. Екатерина Васильева, Алексей Завылов. Время новостей.